Я скажу несколько слов про то, чем мы занимаемся. И, в принципе, мы с Юэлем обсуждали эту тему. Для нас, если говорить о вот этом самом птихарце, любопытно подносить глинуть как бы глазами со стороны, потому что я вам здесь вешаю лапшу на уши, с кем так же строить волнует и так далее, но, может быть, он вовсе не так, то есть мы, в общем, должны были бы как-то это проверять периодически. Но вот одна из таких, возможно, проверок или, по крайней мере, проговоров относительно того, чем мы занимаемся, она, мне кажется, очень полезна и интересна. Значит, если говорить вкратце, идея стоит следующая. Мне кажется, что Талмуд построен из маленьких текстовых блоков, которые, в свою очередь, получены за счет взаимодействия с сакральным текстом. То есть каждый текстовой блок имеет в себе латентно или же эксплицитно некую связь с писанием, то есть с еврейским текстом. Эта связь, она, по каждому слову, может быть выражена, может быть сокрыта. И в дальнейшем из этих маленьких текстовых блоков составляются композиции. Композиции, которые составляются, они, по сути дела, приобретают, как мне кажется, статус своего рода языка, где элементами этого языка являются вот эти блоки текстовые, а некие формальные правила связи между этими блоками являются синтаксисами этого языка. На этом языке, который можно условно назвать птичьим языком, и разговаривает талмудическая литература. Каждая композиция, состоящая из этих блоков, она на самом деле является смыслонесущей и что-то рассказывает. А вот это что-то, что она рассказывает, это как бы не так просто выяснить, если не иметь в виду тот тип построения, о котором я рассказывал. То есть когда я понимаю, что это устроено таким образом, то я могу реконструировать этот язык и могу реконструировать некое высказывание. То, о чём мы с Юликом говорили, я как-то раз рассказывал, я это именно, но я рассказывал немножко другое, я говорил о том, что чем отличается такой тип смыслостроения от известного на европейского. Он отличается тем, что на самом деле получается как бы перенасыщенность метафор, потому что на самом деле в каждом блоке существуют разные субъекты. Если мы будем рассматривать вообще любое представление или любой текст нарративный, как наличие неких субъектов и предикатов, то обычно ситуация выглядит следующим образом. У меня есть некий субъект или субъекты, некоторое количество, и посредством предикатов описывается то, что с ними происходит. Это может быть временная какая-то история, это может быть событийная, это может быть причинно-следственная и так далее. То есть наличие связи и обеспечение вообще связности этого текста, европейского, оно обеспечивается предикатами, а не субъектами. Субъекты видоизменяются, а предикаты обеспечивают это видоизменение. А вот в этом, в талмудическом тексте предикаты не играют такой роли. Субъекты оказываются разными, связи между ними как бы нет, ничего их не связывает. В одном тексте пароход, а в другом капуста. И вот этот пароход и капуста, что мне с ними делать, непонятно. Когда возникает то, что я называю перенасыщенностью метафорами, потому что на самом деле, вступая во взаимодействие смысловые вот эти блоки, они порождают метафоры, где пароход становится капустой и так далее. То есть в итоге, на самом деле, движущей силой такого типа дискурса является метафора, а не, если на языке Капсона, не метонимия, которая не является, не смежность, не развитие чего-то, а вот эта самая метафория. В частности, если говорить о сегодняшнем разговоре, который мы задумали, у меня есть совсем рискованная идея, потому что вообще всем известно, что в Талмуде часто мы встречаемся со спорами мудрецов. И Талмуд ламит своим рассказами о том, как они там между собой спорят, разные мнения есть, разные точки зрения, как они обсуждают, длинные дискуссии и так далее. Я рискую утверждать, что на самом деле эти дискуссии вовсе не являются дискуссиями. То есть они на самом деле не для дискуссии там и находятся. На самом деле дискуссии – это один из типов формальной связи разрозненных блоков. То есть я их могу связывать, например, по ключевому слову, я могу их связывать по авторству, я могу их связывать еще каким-то образом, эти разные блоки. А могу их связывать в виде дискуссии. Как? То есть дискуссия на самом деле оказывается квазидискуссией. На самом деле никого не интересует результат этой дискуссии. Дискуссия ведется только для того, чтобы соединить определенного рода блоки. Это, по сути дела, оказывается композиционным приемом, не более того. И если мы как бы всерьез начинаем изучать дискуссию, ну, они, во-первых, очень трудно изучать всерьез, то нужно специально очень долго этим заниматься, чтобы на крайней мере как бы, да, то есть вот эти дискуссии пытаться воспринимать всерьез. Но у некоторых ребят это получается. Если человек как бы с детства, то его приучают к тому, что это надо воспринимать очень серьезно, и все воспринимают это действительно как реальная дискуссия по выяснению какого-то вопроса. Ну, естественно, что я заостряю ситуацию. Не исключено, что были дискуссии, действительно, может быть, кто-то там с кем-то когда-то и поспорил. Но в пределе я утверждаю, что вот эта форма, форма диалога или обсуждения, она является ничем иным, как неким формальным принципом нанизывания тех или иных вот этих самых мини-элементов этого дискурса. Это, собственно говоря, для тех, кто к нам присоединился сегодня. Что такое оптика? Да, то есть то, что мы пытаемся делать, мы пытаемся исследовать вот такого рода структуры текста, сочинять такие тексты, анализировать такие тексты и так далее. Ну, в общем, играть с разными способами с вот такого рода смыслостроением. Да, и этим, собственно, занимаемся уже года полтора. То есть не больше. Ну, кто занимается, кто не занимается. Короче, приходим, что-то такое, в общем, тусуем. Ну, вот, это было мое предисловие такое. Теперь дальше мы послушаем взгляд на логический дискурс, на его части, на логическую литературу, то как это видит Йоэль. У нас с ним есть еще один такой спор, который возник уже здесь, похоже, прием, который условно называется так. Йоэль утверждает, что таламудическая культура и дальнейшая еврейская традиция, например, каббалистическая, она говорит с закрытыми глазами. То есть она говорит, нащупывая то, о чем она говорит, не очень представляя, собственно говоря, вот это что-то, но пытаясь его обнаружить в своем говорении. А я говорю, что несколько другая должна быть метафора с точки зрения, что это говорение с закрытыми, устами, то есть на самом деле с закрытым ртом. Они на самом деле знают, о чем они хотят сказать, но не говорят. Вот и говорят, вот так вот, то есть говорят мычать на птичьем языке. У вас не исключено, что вы правы оба, как всегда. То и другое правду, смотри, это разное, смотря в каком это там, но тем не менее, просто я обозначаю как бы возможный взгляд на это. Так что давайте теперь мы послушаем, что у нас в нашей киеве, и по этому поводу, и по поводу в том числе экономические дискуссии. И пока что я раздам вам текст, который, насколько я понимаю, тоже станет для нашего разговора важным. Я его вывешиваю на фейсбуке. Естественно, что все прихартовцы прочли этот текст, изучили и помнят его наизусть, поэтому мы даже его можем не узнать. Людям, которые не привыкли к нашу дисциплине, им я раздам. Ну, это все, наверное, подробно с немецких транских текстов по поводу, в принципе, полутора машин, которые уже подробно оборудовывающего девайса. Мне кажется, верно, что 20-й подход, который фигурирует березовый батарейк в самом начале. В самом начале шпинат, в том, что березовый батарейк фигурирует 20-й подход, который, наверное, цедент не только в отношении с отглубо-отгрицей. Да, в отношении с отглубо-отгрицей пишут, что в отношении вся киеве, вообще вся киеве, не следует за вопросом, что это значит. Уже 20-18-15, следует вопросом, как это работает. С чем это соединяется, с чем это не соединяется, какие это создает возможности контакта, какие это создает союзи, какие это создает противостояние. Поэтому в отношении с отглубо-отгрицей, мне кажется, верно, не подосматривает результат, который функционирует внутри, собственно, всего механизма киевического таизма. Наверное, как, когда делали отдельные лекции, например, это тренировый корпус секса, кажется, что бедный отглубо-отгрицей, пранк, всего этого изменения, всего этого механизма, который в историческом своем разморачивании и является гимнистическим удаизмом. И в этом отношении мои все, что я хочу сказать по поводу контура, является непосредственным следствием, непосредственным продолжением того взгляда на гимнистический удаизм, на гимнистический удаизм и любого взаимоотношения с христианством, с Европой, который я пытался представить здесь, мне кажется, что некоторые из вас были на тренировке музея в месяц или полтора месяца назад. Я сказал сейчас, что гимнистический, что гимнистический удаизм является машиной, и я добавил в эту машину цель, на которой производить магиенты невозможно. Да, собственно, главный продукт – это, собственно, то, что, называется «бок», то, что учреждает все поле теологическое внутри, которое эта машина существует. И эта машина производит теологическое, производит «бока» как магиенты невозможные, то есть так, которое невозможно, которое реализуется при этом, а справа с невозможным. Да, я тут, собственно, опираюсь на очень точную характеристику, в которой я могу, и он, французский философ и фоминолог, дает всякое великое откровение, и он говорит, что то, что отличает великое откровение, это то, что оно основывается, что оно утверждает возможности жить невозможно. Но, поэтому, возможно, во всем. На отличие от разных родных стилей, если человек подсвечает разного рода стальных учений, которые считают, что абсолютно предупреждённые, для тех, кто готов к теме выхода за англевиологическое отношение, для тех, кто готов к теме, что абсолютно присутствие в мире, оно демократичное, оно абсолютно доступно. В виде таинства, в виде того же англического дискуссия, потому что, собственно, способ функционирования того, талмуда в англевистическом иудаизме, да, собственно, чем занимаются служащие ГОБУ в рамках англевистического иудаизма? Чем занимается тот, кто хочет привезти? Он изучает Талмуд, да? Талмуд – это та форма, в которой, прежде всего, непосредственно в Калии. Само тут важно, что это именно Талмуд, а не пятикнижек. Да, пятикнижек. Тут любопытные диалетические отношения создаются, ну, и собственно, вроде бы, текстное откровение. Кроме того, что служащий ГОБУ человек 90% своего времени тратит именно на изучение, там, на изучение работы, на изучение... Ну, ладно. Это откровение, оно доступно всем. При этом, я говорю, частым регионам, оно не теряет своей невозможности. Да, идея религии откровения заключается в том, что абсолютно не дано в мире, дано в мире. При этом, не знаю, что оно дано в мире, оно не теряет свои невозможности. Так вот, моё главное в отношениях, относительно, реалистического и удаизма, и христианства, и взаимоотвращения заключается в том, что и там, и там, и то, и другое Один вопрос обстоит некоторым сложным механизмом равновесия, механизмом, целью которого является поддержание равновесия между возможным и невозможным. Такие машины, которые стремятся к тому, чтобы, с одной стороны, невозможно это реализовывать, с другой стороны, чтобы оно, несмотря на эту свою реализацию, не утратилось за ее возможности. С другой стороны, чтобы оно не не осталось слишком невозможным, и все таки оставалось на данный момент. Но я думаю, что так же, как думают, эти технологии заключаются в том, что они всегда разлаживаются. Это по определению разлаживаются. Конечно, потому что они все время совершают перевес, перекос в ту, в ту или иную сторону, и, собственно, реально они всегда работают по сравнению и сравнению и сравнению и сравнению. Да? Не всегда его нарушаются, в ту или иную сторону. Не всегда его нарушаются в ту، everacional ножей, она всегда сохраняется как «уравновешение» из двух нарушений ревновесия. Он сначала нарушается в одном сторонным, а потом первое нарушение ревновесии уже уравновешивается передraje в другую сторону. То есть, передвестра в другую сторону, опять с Anyiso Cean CASP и так далее. В этом отношении, мне кажется, эту суть аеминистического аутеизма вообще и иерогилярикова Лучше всего, опять же, смутной формы, потому что мне кажется, что здесь идёт речь о надении с закрытыми глазами или с закрытым в том, возможно. Да, лучше всего это всё подражает сих фотоцилингом, центрально сжатая часть взора, которая потендует на то, чтобы выразить всю истину вот в этой вот краткой форме в пяти коротких главах. И она начинается с того, что изначальным центром какого-то космогонического процесса мироздания являются лисы. Да, лисы, которые подвешены вместе с которыми существуют. А вот семена космьюда развивает такую вот теологию лисов, космологию лисов. И я продолжаю это, хочу сказать, что в самом общем виде этот механизм уравновешивания, уравновешивания существуют и в христианстве как уравновешивания двух фундаментальных способностей. С одной стороны, способности говорить новости в самом широком смысле этого слова, а с другой стороны способности действовать в праксисе в самом широком смысле этого слова. Моими главными впечатлениями является то, что лисы и христианство звукально отражают друг друга. Они распределяют возможно и невозможно территориализировать его в локосе и практике, но территориализируют по-разному. Одним центральным элементом функционирования религинистического уравновешивания является то, что абсолют дан нашу власть доступен нам в области практического, нам доступен в абсолютный фраксис, нам доступны действия, которые являются абсолютным, и нам нет данных в абсолютный локос, нам нет данных в абсолютной способности. То есть, если считать, что в любое время мы больше определяем, как кардинально могу и кардинально не могу, то для лисичного леонеза кардинальным могу, кардинальной способностью является способность действовать, он действует абсолютно. Действует так, что на это действие динаме у меня в частности, в рамках у меня к реальности, да, совершать реальность. У меня есть реальность, это как реальность. Кардинальная же неспособность к локосистическому леонезу является неспособность. Да, кардинальная способность, кардинальная не могу. Это, по результатам всех терминах, не просто официально, а решенность. То есть, это не значит, что человек только не нужно, что человек это не хочет. Правда, человек пытается писать стихи, но он не может писать стихи. Этот факт, что он не может писать стихи, его определяется чуть-чуть не в меньшей степени, то, что он может, например, родить нашу специальный шофер, это его могу. А с другой стороны, он хочет писать стихи, у него получается, что я не могу. Вот он, на самом деле, определяется с людьми координатами. Так вот, мне кажется, что для армистического леонеза и для подачи к леонезу является, с одной стороны, неспособность к абсолютному действию, а с другой стороны, неспособность к абсолютной речи. То есть, где это те, кто могут действовать, то те, кто не могут говорить. Мы все это пытаются. Поскольку именно это признанная неспособность, это именно то, что человек, например, по-другому мнению, постоянно пытается стихи вести, и там он постоянно церковь не выдает. Да, всякая череда людей. И да, я не буду черпать примеры, потому что я хочу просто вкратце. Ну что, пример, мы же как раз находимся внутри этого примера. Ну, мы постоянно, да? Ну то есть, да, мы постоянно будем работать. Хорошо? Нет, но самое... Да, это да. И в христианских предполагается и вообще европейской машине на производство абсолютно. Делается это в положительном образе. То есть, христианин европеец – это тот, кто умеет говорить, начиная со с зала, про которого он, да, нефологическая фигура, про символизирующие римские, а затем христианские. То есть, нет. Он царит верфикс. Да? Имидраж это толкует, как он умеет охотиться своими устами. Да, и самый крутой метр изговаривает. Поэтому и в Миндиславе будет. А вот действовать он умеет. Но все равно так. У него все равно не получается. Да, понятно. Опять же. Не просто говорить, не просто действовать. А говорить так, чтобы моя речь была абсолютно реальна, была неотделена от реальности. И меня в этом процессе говорения приравнивало к реальности. Да, что это такая речь, которая соответствовала человеку, как логическое качество, условно, теми иными специальными, культурными, природными директорами. А абсолютная речь, абсолютное действие, это такая речь, такое действие, которая у нас считается в процессе того, что Ленин убивал пересадки с лошади на лошадь. То есть мы начинаем говорить вроде бы в рамках какого-то нашего обусловленного теми причинами, знаниями, как человек, который родился в такой теме, как человек, у которого есть те или иные социальные, определяющие его взгляды. И вдруг, дав посередине этой речи, ее начинают поводить куда-то в сторону. Поэта далеко за эту речь. Или, как родственник, поэта, когда он заканчивает писать свое стихотворение, гораздо старше, чем когда он начинал локусы. Это есть то, что я имею в виду по абсолютному локусу, абсолютный речь. Это такая речь, которая начинается, когда я говорю, для чего? Есть какие-то цели. И вдруг она начинает действовать совершенно, вопреки всем этим целью, и тому, что я вообще хотел сказать, а она полностью, да, то, что я ее вводил, она начинает действовать. Так вот. Мое впечатление, конечно, в итоге, когда я заканчиваю, заключается в том, что эрганистический иудаизм и христианство этого комплекса, с одной стороны, способности к такому вот, абсолют, к такой автотрансценденции, да, это больше всего, как ханарит, к автотрансценденции. Автотрансценденции, это именно вот этот процесс, когда какая-то способность вдруг та неожиданно выходит за своих взглядом порядочек. Понятно? иудаизм, и христианство число способность к автотрансценди ternscy в области ардой способности, и недоскособность к автотрансценденции в области второй способности. Но способность есть способность с другими зеркальным образомиями. То есть, эрганистический иудаи способен к такого рода автотрансцендирующему абсолютному попрость態 практики, а это такие абсолюты и Абсолюты есть ун например. И такого рода арт-трансидевших действий является Центром Талмуда. Другой слов, он не способен к такой просиденции логоса и логоса, и наоборот. Христианство способен к такой просиденции логоса и логоса, и поэтому центральным для христианства является догма, является обсуждение догма. Все соборы, все священные войны в истории христианства связаны на них вопросом о том, во что следует верить. В то время как Талмуд, несмотря на то, что, опять же, в современных подходах к Талмуду часто в первых моментах входят Агада, и туда возвращается в первом, в принципе, смотреть, как это функционирует. В традиционном изучении Талмуда, в Мишибе, Агада практически не изучается. Это закуски, по которым можно развлекаться, когда ты устал, когда ты себя плохо чувствуешь. А обычно, и, собственно, я думаю, что и количество ответов, большая часть того, посвящена именно обсуждением того, как следует действовать. И с этим связан мой следующий тезис, который я хочу сейчас добавить, собственно, к тому, что я сказал, как это в общей картине взаимоотношений с иудаизмом и христианством. Даже два или три ответвления из этого текста. Но они все, на самом деле, связаны с этими текстами. Да, то есть тут встает вопрос, а что же себя представляет вот этот вот эртемиологический текст? Каким образом обсуждается и комбинируется это абсолютное действие? И я хочу так и могу сказать, наверное, да, три вещи. Они связаны с тем, о чем мы говорим. Прежде всего, мне представляется, что вопреки самосозняемому Талмута это абсолютное действие никаким образом не связано с текстом «Откровит». Да, Талмут действительно часто пытается представить дело таким образом, что обсуждающийся днем галактическое действие обсуждается на основании того или иного фрагмента «Откровит», того или иного фрагмента «Священного писания». Да, следует делать так, а почему? Потому что написано так и так. Я думаю, что на самом деле достаточно легко увидеть просто или последствия подойдя к тексту, что на самом деле, по-другому роду, ссылка на «Священное писание», ссылка на некоторое целое стаще, это некоторого рода предлог. На самом деле, всегда дело абсолютно противоположного обыска. Очевидно, что следует действовать так. Нужно дойти до этого какое-то объяснение, нужно дойти до этого какое-то оправдание. И ссылка на «Священный источник» является как раз того рода «Священное оправдание», которое само собой понятно будет. Поскольку абсолютно тесно, как правильно говорю, оно обладает некоторой способностью к саморазворачиванию. Да, оно обладает… Нужно это именно действие первичное, по отношению к каким бы то ни было оправданиям. Неважно, идет ли речь об оправдании исторических, социальных или даже данных способов. В смысле известный эпизод с печенью Ахна, мне кажется, свидетельство не надо. Никакие истоки антологические внутри природы или вне природы, включая самый высший авторитет, то есть авторитет Бога, не могут дециминировать действие. Потому что действие дециминирует и все. Это история, которую мы с вами очень хорошо знаем. Про спор Раби и Лейзера и мудрецов, когда мудрецы доказывали, что он не прав, а он призвал небеса, стены шковных наклонились. Это спор, который сейчас в качестве примера я упомянул. И все это. Именно это победа над Богом. А в терминадзе всегда победа над Богом. Да, есть нечто, что полностью определяет ситуацию, есть разные более мелкие авторитеты, определяющие ситуации, там, стоп, корень и так далее. То есть все время апеллирует Раби и Лейзера, кстати, разный стоп, к тому месту, откуда вытекает ручей, к тому месту, откуда вы растет дерево, к фундаменту. Но все пытаются как-то апеллировать с вами, и все эти основания оказываются прокинуты вот этим вот автоконцентрирующим действием. И да, потому что это действие несет само себя, оно не наблюдает в том, чтобы его что-то несло. Оно основывает само себя, оно основание для всех прочих оснований. И все прочие основания существуют только как фрагменты, только как моменты в этом саморазворачивании абсолютных действий. И с этим связан также еще один тезис, который непосредственно касается вопроса о единстве томатического корпуса. Вопросы об этой самой связи между фрагментами. Мне представляется, что связи между фрагментами томатическими существуют, но она существует не на уровне речи, не на уровне мысли, не на уровне какой-то цепочек смысла, а именно на уровне этого саморазворачивающегося действия. А, это саморазворачивающееся действие, оно и является тем единственным фундаментом, который объединяет эти расстройства и вроде бы не связан друг другу точно. Да, эта связь не может быть соединена к некоторому в единственном смысле, но тем не менее она многична. И это меня приводит к моему третьему последнему тезису относительно Панкуда, который как раз связан с вопросом о сфере детерминации. Да, потому что тогда можно спросить, ну а, собственно, если это связь, может быть, не может быть на некотором единственном смысле, то как она вообще осуществляется? В каком она вообще виде существует? Как происходит эта отсылка действия к самому себе, его саморазворачивания сочетается путем некоторого вибрирующего выявления основного конфликта. И это, собственно, то, чем системы дизайна постоянно там... Я думаю, что мы будем успеем прочитать этот фрагмент альтуслета, в котором, собственно, любое понятие цель – это земнация. Цель земнация означает, собственно, следующее. Этусл утверждает, что в любой ситуации можно говорить о некотором основном конфликте, который эту ситуацию выделяет, это классическое марксистское утверждение. И это, конечно, в чем огняют ортодоксальных марксистов и неисправедливыми? То, что они заранее знают в какой-то любой ситуации, в чем там дело. Они знают, что есть какой-то основной конфликт между Бургазией и пролетариатами, например, и про что они сажают, какую-то ситуацию они не анализировали, всегда будет замыкнуть, всегда будет в том, что тамар калаш. Даже смотреть на что и не надо, потому что они так заранее знают. И в качестве реакции на это в разного рода госпоксистских теориях, которые во многом деминируют в современном биологическом сентябре, являются теорией множества всех конфликтов. Пытающиеся призывать к тому, чтобы не сводить все конфликты в каком-то отношении, видеть жизнь во всем облогаце, видеть, что здесь, например, есть только женщины, из-за их права, есть и больные решения, души судьбы от разных. И нельзя сводить все вот эти конфликты в каком-то отношении. Так вот, антисер подтверждает, что можно эту проблему преодолеть. И мне кажется, что это очень важно. Все подтверждает, что можно существовать логика, можно существовать знания, можно существовать подход, который, с одной стороны, не отказывается от введения с нового конфликта, не отказывается от того, что можно ответить на вопрос, кто против кого. Но при этом ответ на этот вопрос дается не заранее. Ответ на этот вопрос дается каждый раз с помощью конкретного анализа конкретных обстоятельств. И более того, этот самый основной ответ вообще не может существовать в отрыве от множественных столкновений. В основном, конфликты как бы надстраиваются над этими множественными столкновениями, как их такой вот второй этап, над ними существующие слова. И там у него, как мы видим, возможно, существует очень такая, на самом деле, очень сложная, но, вообще-то, какого взаимоотношения дециминирующего и дециминированного. С одной стороны конфликта – то, что проявляется в обстоятельствах конфликтов сновидений, в другой стороне конфликтов сновидений, они не осуществовали ли, если не было двух конфликтов, они в постоянных кругах дециминировали. Так вот, моим третьим, и, пожалуй, главным, и последним словом утверждением относительно политического единства является утверждение о том, что вот это вот саморазворачивание действия как раз и осуществляется с помощью одного рода сверх детерминирующего выявления основного конфликта. Собственно, основным вопросом Пангута всегда является вопрос о том, в чём собственно состоит конфликт, в чём состоит противостояние. И противостояние каждый раз анализируется на основании некоторых данных, с другой стороны, каждый раз этот анализ компьютерных данных позволяет выявить некого рода глобальное или основное противостояние. Собственно, вот эта вот цепочка выявлений основного противостояния, спочка как-то раздвигающих это противостояние, но тем не менее выявляющих слов конфликтов или споров, она как у неё представляется и является суммуническим дискуссом. А отсылка действия к самому себе – это отсылка разных эпизодов борьбы к некоторой войне, эпизодами которых эти струкновения являлись. И в этом смысле, я думаю, можно източнить и корруппизировать тезис об способности эрогистического юдаизма к абсолютному в области праксиса и сказать, что способность к абсолютному в области праксиса означает способность к выявлению смерти или его конструкции в области праксиса. Если человек способен выявлять сверхъестественную конфликт в области праксиса, не способен выявлять сверхъестественную конфликт в области праксиса, в отличие от него, христианства и последующего ему европейского мужчина, он способен выявлять сверхъестественную конфликт в области праксиса и не способен выявлять сверхъестественную конфликт в области праксиса. Ну, наверное, собственно, на этом я могу сказать. Ну, давай как бы, чтобы было это самое, то есть нам нужно, потому что мы полтора года слушали несколько иную картину, да, на Дмитрию Траму, где мы слышали совсем другое, а вроде бы, на первый взгляд, совершенно другой подход. И действительно, я попробую сейчас просто описать вот это различие, различие какой-то картины, которую представил Юлик по сравнению с тем, что представляю я. Относительно, как бы, различия между эругаизмом и христианством, я даже не буду ничего говорить, я надеюсь, что вы можете легко соотнести то, что обычно показываю я, что Юлик термины немножко разные, акценты чуть-чуть по-разному расставлены, но, в общем, в целом, это похоже. Если же говорить про Талмуд, то здесь главный тезис, мы, в данном случае, мы являемся, как бы, сами того, возможно, не желая, такими представителями двух различных подходов к понятию Медраж. Есть исследователи, с самого начала, собственно, зарождения исследований по Талмуду, которые говорят, что Медраж, он всегда является Медражом пост-факту. То есть, Медраж, он, на самом деле, есть практика определенная, есть определенный закон, что такое Медраж, это попытка так или иначе эту практику оправдать. И есть другой подход, который говорит о том, что что такое Медраж, он называется Медражный степень, создающий Медраж, это когда берется описание, и из него действительно реально извлекается этот самый практик. Опять же, поскольку оба этих подхода существуют в исследовательской литературе, скорее всего, где-то там те и другие правы, иногда может быть нужно это выявить, иногда то выявить, но мы, в данном случае, представляем как раз радикально противоположные взгляды. Я радикально утверждаю, что вообще-то говоря, изначально, да, вот иудаизм, эрогинистический, каламудический иудаизм, он занимается тем, что извлекает, пытая сакральный текст, извлекает это действие. Или, по крайней мере, сознает себя как извлекающий, даже если это, на самом деле, образование практик, по крайней мере, на начальной стадии каких-то текстов. Да где-то. Я просто думаю, что же мне делать, я не знаю, что мне делать, на самом деле. Я извлекаю из этого, что крайней мере. То, что говорит Юлик, совсем противоположная вещь. Я знаю, что мне делать. В этом, как бы, я и отвечаю, как иудеи. Я, вообще-то говоря, всегда знаю, что мне делать. Более того, мое знание об этом, оно в каком-то смысле однозначно. Ну, или, во всяком случае, происходит в области войны. Один говорит, так нужно делать, другой говорит, нет, вот так нужно делать. И между ними возникает конфликт. Этот конфликт, эта война, она, собственно говоря, я привлекаю источник, я говорю, а вот Тора так, да это так. Они начинают летать, но на самом деле, все эти аргументы вообще не имеют никакой, не играют никакой роли. Потому что я, определенным образом, да, автотрансцендируясь, знаю, как делать просто. Поймите, я знаю, как делать. Ну, это то, что мы видим, спорим. Но при этом я даже готов согласиться с Юликом, что в иудаизме, вообще говоря об иудаизме, существует тот подход, про который он говорит. Причем, ну, мне кажется, что это не по-мудический иудаизм, а иудаизм более поздний. То есть, например, если мы говорим об иудаизме средневековом, то он действительно, он такой, или о современном иудаизме, да, или там, о 19 веке иудаизме, он действительно такой. То есть, иудаизм, даже если, и в этом смысле я готов, ну, я никогда не говорю, правда, про дальше, но если мы говорим о развитии иудаизма как исторической религии, то он действительно двигается в ту сторону, от которой я сказал, то есть, когда я, на самом деле, постепенно теряю, вообще-то говоря, весомость этих аргументов, связывающих меня с писанием или с каким бы то ни было источником, а, в принципе, вот, концентрируюсь на действии. И в этом есть логика определенно, почему это так, потому что изначально это была, ну, определенная тенденция сформировалась. Но мне кажется, что тексты по-мундическим, в том числе, свидетельствуют и о противоположных ситуациях, когда, действительно, я, ну, вот, да, да, извлекаюсь из текста, и тексты меня в этом смысле являются источником как раз. Я, на самом деле, даже с этим не вспомнил, но именно в этом, может быть, проясняет смысл товарищего дача, потому что он говорит не о том, что это значит, о том, как оно работает. То есть, меня кажется, что имеет смысл говорить об матуличных текстах именно в контексте их исторического осуществления, именно в контексте этого Сабьякова и современного иудаизма и того, какую роль они имыграть. То есть, на этот же смысле, я бы сказал, что истина этих текстов раскрывается не в том, что о себе думают эти тексты, потому что то, что они себе думают, они, действительно, думают, что они извлекают от них список писателей, но в их задействии со JEFF-селером ИСТОИческого осуществления выясняется, что они, на самом деле, ошибаются. Но у нас же программа нового иудаизма вернулся вот в такой ситуации, мы, по крайней мере, пытаемся… Да, именно в этом отношении, я думаю, что тут, возможно, заключается такое расхождение важное, это именно расхождение в стратегии. То есть я, в принципе, думаю, что возврат к истоку… В этом отношении, да, я как раз против Робелеза, Робелеза пытается идти к истоку. Мне кажется, что новый иудаизм, он возможен не путем возврата к тому, что было когда-то, а путем скорее инфицикации того… Ну, понятно, да. Ну, это действительно, то есть разные и то самое, но мы, как бы, да, то есть то, что я обычно рассказываю, то, как мы, то есть симплитекстом, оно в этом смысле взгляд как раз с противоположной стороны, когда, более того, я, как бы, одно из радикальных подтверждений с этой точки зрения является то, что, вообще-то говоря, как поступать неважно, ну, вот, со своей точки зрения. То есть, вообще-то говоря, этот спор фиктивный, это война фиктивный. На самом деле и тот, и другой, Робелеза, Робелеза, или вообще-то, на самом деле, достать как поступать. Можно так, а можно это. Вопрос, как бы, не то, как я поступлю, а то, каким образом я себя в этом поступке оформляю, за счет чего я действую. Не потому, что я знаю, как действую, да, потому что я определенным образом соотнесся вот с этим самым листоком, и тогда, как бы, все правы, и ты, и можно и так действовать, и можно и так действовать. Важно не то, что ты делаешь, а то, как ты делаешь, это то, что мы обычно говорим. Значит, то, что теперь, то, что касается вот этого сверхдетерминированного конфликта, я думаю, что это нуждается в прояснении. Мы можем прояснить это двояким образом. То есть, я могу повторить то, что стало юною. Я читал это, я могу повторить, а мы можем просто вместе немножко взглянуть на текст, да, и здесь вряд ли прочтем, да, но какие-то моменты, которые, может быть, прояснят нам, что имеется в виду. Или нет, или вы не хотите читать текст. Вы, вообще-то, только этим и занимаемся. Это я просто оправдываю на вашу кафе. Мы читаем текст, инстрируем на так что-то. Не то, что мы... А что у нас за луга-то играть, специально? Интенсификатор. 1, 2, 2, 1. Екатерина. 4, 3, 2, 2. 4, programming хорошо, да. 5, 6 июня. Откуда напишите? Ну в любом случае это стагмент, да? Ну да, нет, но я что это фрагмент, думаю все равно он большой шесть страниц, поэтому мы... Я думаю, что сначала мы связали то, что там потом фрагедия, фрагедия это может быть менее существенным, а ты можешь просто так перескать? Как Маркс с Генеем расширялся? Да, это Маркс не тех. Это, на самом деле, главный вопрос, который Али Тюссенев сказал, это связи Маркса с Генеем, это связи с Талмудом. Это связи с Талмудом? А, это связи с Талмудом? Оно связи с Талмудом. Оно в каком-то смысле интересует Юлика больше, чем исток того, как, собственно говоря, он возник. То есть я как раз сейчас это зафиксировал. Я говорю, как он возник, только какая разница как он возник. Вот как он развивался. И вот это развитие, оно определяется механизмом, который Тюссер называется звердетерминацией, звердетерминированным конфликтом. Значит, ну, что, повторять еще раз? Я могу сказать, что могу по-другому. По-другому. Да, Тюссер, собственно, здесь задается вопрос Антонов, в чем смутно террористический диагноз. А звердетерминация, мы сейчас видим здесь, что такое звердетерминация, это то, что и действует террористический диагноз. И мое отношение, на самом деле, в том, что еврея, еврейский судаизм, это материалистическая диалектика в области Францисса и идеалистическая диалектика в области Францисса. Да, еврея способна быть в идеалистическом диалекции в области действия. Христианин способна быть в идеалистическом диалекции в области Францисса. Настоящая материалистическая диалектика должна быть таким образом совмещением того и другого. смещением еврейских геральтических диадемтиков фарксисов и христианской геральтической диадемстики. Другой новый Альдовец. Поскольку к геральтической диадемтике в области Фраксиса и Логоса... Это кто? Это новое Евдей. Четвертый завет. Да, это, когда ей завет. Я считаю, это четвертый завет от настоящего геральтической диадемстики. По сравнению с геральтической диадемстики в том, что в этой истории Гекеля и Макс не было, потому что была идеалистическая диалекция, потому что она оставалась идеалистической в области практики. Ну, я не думаю, что кто-то понял теперь лучше, что такое смертный директор и директор. Давай, ну, читай. Скажи, откуда будем читать? Ну, я думаю, откуда будем читать. Вообще сначала? Нет, мне кажется, что нет. Мне кажется, что на самом деле, вот первая страничка, она уже всё нам даст. Идёт до середины первой, да, и до середины второй, да? Ну да. Там, ну, вот, дома я буду на стороне, на стену, на стену. Вот, поэтому я только встану, встану. Ну да. Значит, здесь LTC, по сути дела, да, то есть его задача состоит в следующем. Он говорит о том, что у Гегеля, какого рода диалектика у Гегеля, да, то есть есть противоречащие силы, да, и есть синтез, который их снимает. Вот, собственно говоря, гегельская, стандартная гегельская диалектика, когда мы выявляем вот эти противоречащие друг другу силы. Вот я эти силы определил, я понял, что это в эту сторону, это в это. Оно отчуждение вместе со стремлением объединиться, и вот синтез, который их снимает. Но при этом каждый раз, когда я выявляю эти силы, я, на самом деле, возможно, не обращаю внимания на ту ситуацию, что ли, в которой эти силы возникают. То, что, по сути дела, предлагает Эртюсер, это включить в диалектику и это в ситуативную. То есть ситуативная тоже является частью диалектического процесса, не основной конфликт, который выявляете. Да, но помимо основного конфликта есть еще и ситуативная, которая тоже находится в некотором диалектическом напряжении с происходящим. Происходящим. И тогда, да, то есть, и вот эту фигуру он называет сверхдетерминированным конфликтом. Вот что он пишет по этому поводу. Но он здесь утекует, задает вопросы, и тогда, разве там и так далее, разве классовые, па-па-та-та-та-та, эксплуататоры, не эксплуататоры, туда-сюда. Вот так, все то, что мы когда-то слышали, читали. Извините, а можно подсказать текст? Есть еще? Угу. Текст еще? Вот это вот, есть? Есть? Да. Да. Когда в такой ситуации, я, видите, я значил где-то в конце первой страницы. 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 Когда в такой ситуации, в игру, причем в одну и ту же игру, включается гигантская масса противоречий. Некоторые из которых радикально пятерогенны и не имеют ни общего истока, ни общего направления, ни общих уровней и местовоздействий, но которые, тем не менее, сливаются друг в друге в единстве розыза, становится невозможным говорить о единственной и простой силе общего противоречия. Разумеется, фундаментальные противоречия, являющиеся господствующим в данное время, ну, например, в революционной ситуации, действуют как во всех этих противоречиях, так и в образуемом ими сплаве. Но, строго говоря, невозможно утверждать, что эти противоречия и их сплав всего лишь его чистый феномен, поскольку обстоятельства или тенденции, в которых он осуществляется, нечто большее, чем его простой и чистый феномен. То есть это, я совсем, если грубо говорить, да, то есть эволюционная ситуация, там, предположим, в России, да, и вот противоречия этих глаз не могут управлять, а эти не могут уже чего-то там, как у нас формировано. И те, кто-то не могут, да, вот это все. Я просто не могу это произносить, поэтому такая, как на природной в Берге, заработанная годами, да, поэтому просто не проговаривается, но нормально мы это знаем, конечно, да. Так вот, если мы будем говорить об этом конфликте и не принимем во внимание, например, то, где стоят от рейсера «Аврора», ну, я сейчас грубо, не про это говорить, но в том числе, то на самом деле мы не поймем движение, развитие, выхода из этих самых ситуаций. Революция – это не следствие этого глобального противоречия, а она является следствием в том числе и того ситуативного, что окружало нас и разных других противоречий, которые бывают. А мы идем там, мы идем здесь, здесь земли, здесь, значит, «Аврора», то есть это все мы как бы тоже включаем как ситуативно в основной конфликт. Причем даже не столько включаем, потому что включаем, это… Ну да, включаем и включаем, потому что оно само является, вот, находится в режиме. То есть, в принципе, лейтенант ничуть не меньше. Да, да. И самочек первой наголовой границы, чем с Алландой. Да, да, да. Немного так. Есть лейтенанты, то есть, он же на самом-то опирается на лейтенской теории славы-лейтенанта. Си как сам. Вообще, революция происходит там, где он есть это салл. А что значит «саморизвенант»? Значит, что не просто есть противоречия между, что называет, силами, и взрослыми отношениями, и оно проявляется. Да, оно проявляется в каких-то условиях, но это только чистый феномен. Да, только какого-то проявления вот этого вот. Да, а если это, что это не чистый феномен, в том смысле, что не может быть вообще основной этого противоречия без того, чтобы было много разных, натальных столкновений, много разных… Да, вот как Россия, она была с одной стороны самой недоразвитой, с другой стороны самой… Даже не только, да. То есть, есть, например, традиция русской радикальной интеллигенции. И эта традиция русской радикальной интеллигенции никаким образом не выводится из противоречий между производительными силами и производственными отношениями. Есть, с другой стороны, Первая мировая война в целом. А Первая мировая война, она ничего она есть, в том числе потому, что были сердцы националисты, которые хотели подорвать попытки австралиантов укрепить с национальной интеллигенции. Да. И это тоже никаким образом не сводится в конфликты между производительными силами и производительными силами, производственными силами. А есть еще и глупость и слабость царского правительства и царского дневного. А тем не менее, Иоанн здесь говорит проектов, все эти гетерогерные любви, они в какой-то момент вдруг совпадают. Они сливаются в том, что он здесь называют единственным разрывом, и там проектов может так, что проекаются, а с другой стороны может так, что создаются. Они зависят от производственных отношений, которые, хотя являются одним из терминных прочителей, но в то время суть условия его существования, от надстроя, от ра-та-та, папаха, ля-ля, в общем от всего. Это значит, что различия, конституирующие каждую из присутствующих в игре инстанций и проявляющие себя в том накоплении, о котором говорит Ленин, если они образуют сплав реального единства, чуть не исчезает, как честный феномен, в обновленном единстве простого противоречия. Единственное, которое они конституируют в подобном сплаве реализационного разрыва, конституировано их собственной сущностью и собственной действенностью, на основе того, что они суть и, согласно специфическим вандальностям, их действий. Несомненно, что, конституируя это единство, они реконституируют и осуществляют фундаментальное единство, вдыхающее в них жизнь, но делая это, они в то же время делают явно его природу. Тот факт, что противоречие неотделимо от структуры всего социального тела, в котором нужно принять во внимание все эти детали социального тела, если мы не принимаем внимание, а обращая внимание только на конфликт, ничего не поймем, которое у нас себя проявляет, неотделимо от реформальных условий существования и так далее. И мы могли бы сказать, что оно всегда принципиально сверхдетерминировано. То есть, вот эти все условия тоже. Теперь, если говорить про Талмуд, да, если мы говорим, а чем же это похоже на Талмуд? Нет, сначала вопрос, чем же этот сверхдетерминирует? Почему он выбрал этот термин? То есть, получается, сумма каких-то детерминирующих факторов? Да. Потому что я могу сказать, это детерминация, это детерминация основным деятельным противоречиям, то есть диалектическая детерминация. Диалектика определяет, что это детерминирует. Он говорит, что нет, здесь сверхдетерминирует в том смысле, что есть еще масса всего, что тоже детерминирует. Поэтому мы делаем это. Если проще, то это сверхдетерминирует в том смысле, что действительно, да, какая-то вещь происходит не из-за того, что есть один причин мир, а из-за того, что есть много разных причинных видов, и они все приводят к тому, что… Целая система морщин, микро- и макро-конфликта создаёт любую ситуацию. Да. И в большом случае, как в детской, школьной физике, мы говорим, например, при падении тела, мы не учитываем при решении задачи, сопротивления в метро, отравивали при детей. То есть здесь не говорят, ребята, а в реальной жизни не надо учитывать и недостаточно простых условий задачи. Но здесь отличие такое, что я мог бы тогда сказать, например, что просто есть масса всяких причин. Есть множество причин. Нет, 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 нет. Нет, это не масса причин. Иерархия, как вы говорили. Есть иерархия. Нет, внутри, внутри всей этой массы, на самом деле, есть всё тот же диалектический принцип. Да, но вопрос остаётся по поводу замкнута. Окей, есть иерархия различных термигирующих факторов, которые просто говорят вещи. По поводу доломуду пока ещё не остаётся вопрос, он не поставлен. Он более… На самом деле, есть исток. Я бы сказал, что… Я бы сказал, что на самом деле, это вопрос о том, можем ли мы просто по отношению к нашей жизни, к нашей ситуации, есть ли смысл говорить о каком-то основном противоречии, о основном противостоянии, в котором мы живем. Мы постоянно имеем дело с разными конфликтами, с разными событиями. Свертая дисциплинация позволяет… Можно сказать, да, здесь есть какой-то глобальный противостояние силы света и силы силы. Да, есть противостояние Бога и дьякона, противостояние патриата и буржуазии. Да, я сам не предстаю в этой своей жизни, потому что я не вижу то, что происходит, я просто заранее знаю, что будет. Можно сказать, наоборот, да, здесь много или университет, там такие вот причины и такие причины. И тогда получается, что да, никакого глобального противостояния нет, я постоянно нахожусь… Собственно, это самая такая вот… И это разница между этими двумя оппозициями и есть иерархия? Да. Да. Не то, что разъезжение… Меоцинизм – это снятие… Ну, а разрешение в этом конфликте нет, наличие всевышленных… Нет, наоборот. Наличие всевышленных, по крайней мере, в такой классической, в паламудической, в доинвестианских системе, это противопоставление какой-то поклонческой ситуации всех, да, если можете представить, где-то одного хочет, где-то другого, я постоянно должен указывать, что они все хотят, да, я постоянно в чем-то множество противостояний, я постоянно должен, да, искать себя союзников, и они все хотят раз, да, у них есть такая форма, да, а вот такой вот классический монотеизм, монотеизм представляет как раз просто дитерминированный конструкт, не говорите, здесь нет, про одна борьба, одна война, есть, да, свет, а есть иначе, свет и семинация, да, но, из-за этого нужен процесс, как раз, да, вот этот физический мир, он известен, да, потому что стоит все полно богов и сил, как… Ну, движух. А тут, ну, что, как-то заранее все понятно, да, и от этого, на самом деле, и возился с Мерцем, например, является всей цепляковой историей про, там, какого-то благослова, который, там, целый день едет по берегу к озеру, приезжает, написал в зло, и покупает, правда, это все, и он говорит, такое он что-то. Да, он ничего не знает, а почему он не зависит? Потому что он вообще не об этом, потому что не имеет никакого значения, да, важно, что СМерцем у нас является попыткой снятия этого… Да, он указывает, что да, есть множество в этом состоянии, но конфликт основа может быть вырезанность обязательной множести, и он каждый раз выводится из него, из него сам. И по поводу… Выйедем, в смысле, заскок, или выведем… Нет, нет. Или выведем как форум? Нет, не как форум. В смысле форум. Но не заскок. Выведем как форум, так что, благодаря, форум рождается, и мы готовы вот это сочетать. А вот он говорит, я откуда не настаиваю гостями, скажем, про детерминацию. Это еще так. Вопрос как в лодке картине, то есть есть человек, который знает, что делать. И это знание, что делать, вы говорите, что оно как бы автокранситирует, в основном рождается… Основной конфликт. Это свой конфликт, это импульс. На самом деле. Это основной конфликт и есть абсолютно. И, естественно, каждый из этих людей в том, что он знает, что делать, он как-то диссиминирован своими какими-то обстоятельствами. Благодаря тому, что он вступает в это столкновение, благодаря тому, что он начинает искать какие-то пути оправдания своей политики, происходит как раз вот этот вывод его позиции за пределы того, что диссиминировать, и введение вот в эту вот глобальную войну выясняется, что его позиция является одним из эпизодов этой войны, в которой разыгрывается некоторое противостояние. И я думаю, что интенция толута всегда направлена и выдана в каждой предметной столкновенной линии этого всегда запада переопределяющегося и в этом смысле сверхземинированного противостояния. Потому что оно, на самом деле, не что-то, что предшествует это предшествование, оно то, что определено всем комплексом, всем массивом в том, в том, индивидическом состоянии. То есть, если мы возьмем вот этот вектор, вектор действия, и в этом векторе действия будем обнаруживать этот самый основной конфликт, то, по сути дела, тогда вся мы говорили, и вообще все это, оно вообще не имеет никакого значения. Я не умею говорить, мы должны просто решить, что делать. Каким образом решается это, что делать? То есть, таким образом, из тех важнейших искусств, для нас важнейшим является документальный окидок. Так получается, потому что это единственное, что помогает фиксировать полноту картинки. документация, в любом случае, это единственное, что... Ну, верим, нет, 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 здесь нет, по крайней мере, это не то, что говорит Юрий. И не игра фристолов, нет. Нет, там абсолютно все картинки депорминированы очень хорошо. Ну, это очень активно. Потому что я просто не знаю. или народ не знает просто в количестве конфликтов, но у него есть определяющие. нет. Здесь имеется в виду следующее. Смотри, я сейчас попробую как бы, Юрий с меня поправит, если я не прав, как я понимаю этот самый тезис. Вот, у меня есть комьюнити, которая, вообще-то говоря, основная задача, как угодно ее определять, борьба с тьмой и так далее. Идем туда. Как идем туда? Идем туда, выявляя правильное действие. Как я выявляю правильное действие? Я выявляю это правильное действие, ну, в конфликте с различными факторами, да, которые мне говорят, вот так надо делать, так надо делать. Каждый из, по сути дела, ведь то, что Юрий делает, он рассматривает не Талмуд как текст, а Талмуд как то, что, собственно говоря, двигает вот это комьюнити. Двигает в том числе в средние века, сегодня и так далее. Тогда получается, что весь массив того, что мы делаем, весь массив практики моей. То есть, вот сидят два парня, практикующие иудеи. у каждого из них, они решают вопрос, предположим, открывать бутылку по психологу в шаббат или нет. Как они ее решают, этот вопрос? Как они решают? Ну, масса текстов, которые они начитали, масса аргументов и так далее, но на самом деле у каждого из них есть определенного рода интуиция того, что нужно делать, что правильно нужно делать. Чем это определяется? Это определяется любым из источников, который он приведет? Нет. Это определяется всем праксисом, который он несет за своими плечами. То есть, в каком-то смысле всем Талмудом. То есть, широко. То есть, вот Талмуд он и определяет как бы вот эти все факторы, на которые он ориентируется, каждый из этих спорщиков. И тогда в итоге решение, которое принимается, оно чем определяется? Оно определяется с одной стороны основным конфликтом, а с другой стороны всем массивом как бы тех факторов, которые лежат за маячат как бы в Талмуде и вот в этой практике как таковой. Да. Ну, это тут... На территории Талмуды. Да, да. Но я бы управляю интуицию я теперь воспринимаю каким образом воспринимаю ее как некие вот такие сегменты, что ли, практические, которые существуют в опыте каждого из этих спорщиков. ну да, приятного интуиция вот вам, например, в этом фрагменте из когда-то проход, который тяжел, но эта интуиция, она появляется некоторыми байсами, да, терминами, такими, как вплотную или вплотную да, привыкает, например, молитва к... Ну да, сейчас, у нас, собственно, не так, чтобы много времени потратили, мы, может, даже успеем сейчас, фрагментик Талмуда как иллюстрацию наших... То есть, да, у меня есть некоторое такое байсами от понимания некоторого стиля привыкания в области действий. Нет, сейчас они вообще ничего не поймут, надо сначала вот это здесь две странички. в общем, давайте вы сами идите сюда, да, я открываю эту строчку. Одна из страничек на... на игре или... вот... включат. Да, две странички. все получилось. О, переедет. Нет, нет, Значит, это фрагментики с трактатом «Проход». В Мишне, там говорится о том, или не в Мишне, может в Барайке читать шма, человек читает шма, а потом молится. Имеется в виду, это стандартная молитва шма-эс-рэй, слушай, играй, бог, иди, и так далее. А под молится, имеется в виду молитва шму-на-эс-рэй, 18 или, на самом деле, 19 благословений, которые читаются от каждого дня. Так вот, есть тенденция, что сначала нужно почитать шма-эс-рэй, а после этого молитва. Это подтверждает мнение Раби Йоханана. Ведь сказал Раби Йоханан, «Кто удостаивается будущего миром? Тот, кто сближает избавление с молитвы». Читаем и вечером. Сближает избавление. Вы видите, здесь есть примечание. Избавление, так называется, одно из благословений, читаемых после вот этого шма-эс-рэй. Одна из дневникций называется «избавление». И, значит, Раби Йохананан говорит, что тот, кто это благословение, сразу же после этого благословения начинает молиться, тот удостаивается жизни в будущем. Так он это понимает, если технически это разбирать. Потом я предложу свое прочтение, но сначала давайте технически поймем. Раби Йохананан говорит, «Нет, молитву установили посредине». Это значит, что между двумя чтениями шма, утренним и вечерним, утром читаем шма, а вечером читаем шма, а молитву посередине, то есть не следует молитва после произнесения этого самого шма. То есть две точки зрения, ни Роханан, ни Ашуа, о чем они спорят? Вот у нас конфликт, да, спорим. Один говорит «посредине», другой говорит «сразу после шма». Хочешь, скажи о стихе, а хочешь, скажи об общем понимании. «Если об общем понимании, то Раби Йоханан полагает, что избавление началось с вечера, хотя полностью свершилось утром. А Раби Йохан полагает, что поскольку избавление исполнилось утром, то оно не было полным». Что за избавление? Ничего не понятно. Или понятно? Песах. Песах – это праздник, избавление от этого. Имеется в любви, избавление из Египта, исход из Египта. Значит, Раби Йохан полагает, что исход из Египта начался с вечера, а Раби Йохан полагает, что, ну, как бы, получается, Раби Йохан полагает, что нужно ставить акцент на то, когда началось избавление из Египта, а Раби Йохан полагает, что нужно ставить акцент на то, когда оно закончилось. Но закончилось утром, поехали дальше. А если о стихе, то оба они толковали написанное, написанное, собственно говоря, в самом тексте шма, и повторяя эти слова, она своим произноси их, сидя дома, и идя в дорогу, ложаясь, вставая. оба сопоставляют лежание и вставание, Раби Йохан полагает, как вставая, говоря им сначала шма, а потом май Арабий Ашо полагает, как вставаешь, читаешь шма близко к кровати, так и улажаешь, нужно читать шма близко к кровати. В каком смысле близко к кровати? Ну, перед сном. Я только проснулся, читаешь шма. Собираешься ложиться, читаешь шма. Вот разница между ними. Получается, что у второго сначала молитву, вечером молитву прочел, потом читаешь шма и быстро в постели. А этот говорит, что ты вставал как? Утречком встал, прочел шма, потом молитву, так и вечером. Прочел сначала шма, потом молитву. Указывает на трудность. Ну, на самом деле, может быть, можно остановиться пока. Для прояснения того, что такое конфликт, наверное, этого достаточно. И вот и аргументация. То есть аргумента два приводит. Две спорящиеся стороны. Один говорит, сначала шма, вечером, да, речь идет про вечернюю молитву. Сначала читаем шма и сраэль, слушаем израиль, а потом молимся. Другой говорит наоборот. Один приводит аргументы, которые связывают это с избавлением из Египта, и другой. Только один ставит акцент на начало, другой ставит на конец. Оба трактуют один и тот же стих. Ложась и вставая. Да? Но один говорит, что ложась и вставая нужно понимать в том смысле, как делаем не правда, так и вечером. А другой говорит, нет, оно должно быть как бы симметрично. Как раз на основании того, что ложась и вставая. Вот такой как бы технический спор вроде бы, да, про там то, как читать молитву. На неолик тупетики, когда я взял стерминацию. Я по этому поводу сказал две именно вещи. А, во-первых, к каким вопросам, собственно, здесь задается Толмуту? Вот у меня дело с некоторым столкновением, с некоторым противостоянием. Вопрос, который задается Толмут, это вопрос о том, что частью такой войны не дается это противостояние. Да, мы имеем дело с некоторой локальной стычкой. Один говорит одно, другой говорит другое. Толмут исходит из того, что эта локальная стычка, в ней проявляется некоторая противоречия. И главная проблема, которую Толмут пытается решить, это именно проблема того, что это, собственно, за противоречие. Да, и тут, как мне кажется, сразу становится очевидным, насколько вторично даже для самого Толмута это выведение действий, выведение глухи из текста писания. Потому что выясняется, что это только одна из возможных опций. Да, возможно, в этом вот они спорят о том, как следует толковать сказанное в этих книжах и вложаться в стола. Возможно, что вообще совсем нет. Возможно, что то, что они считают, что следует действовать за определенным образом, связано с тем не с толкованием этих книжей, а связано с их логическими рассуждениями. А в чем логическое рассуждение? Если это связано с логическим рассуждением, то оказывается, что суть конфликта между Рабей и Леховым, и Рабей и Леховым, является, собственно, вопрос о том, что определяющее событие, его окончание или весь процесс его разворачивания. Потому что Раби Йохан считает, что и начало событий, да, в чем они, собственно, сплоят, если этот спор логический? Сплоят заключается в том, что, да, поскольку это самое избавление, то есть рассечение его от Красного моря произошло утром, то следует... А подготовка его началась вечером, да? А что, собственно, началось вечером? Вечером фараон забыкает кольцо окружения вокруг садов Израиля, находящихся на берегу моря, и они, да, стоят, не приближая к другу. В то же ситуации... Или, может, он имеет в виду вообще там исход, там, или... Я думаю, что все-таки здесь скорее имеется в виду, что... Ну, исход. Да, вот это вот... Да, не приближаясь друг к другу всю ночь, да? Свечи создаются от этой вот напряженной ситуации, в которой неизвестно нельзя разрушиться. Да, что он догнал век, он окружил, вот они стоят и бегут, не знают, что делать, не знают, что делать, иначе, а вдруг утром происходит это самое избавление. И сутью споры является вот эта напряженная ситуация, подготавливающая избавление частью самого избавления. Или же все, все избавление, только вот последнее, аккумулирующее все, что поставило в него момент, а то, что было даем, это, как здесь выражается тому, это такое несовершенное избавление. Да, то есть... Ну, и как же это связано с ритуалом? Подумаешь, ритуал, ритуал нужно так провести, можно этот. При чем здесь избавление? Ну, и именно этим аргументируется позиция карты. То есть, выясняется, что их спор по поводу ритуала, их спор по поводу того, нужно ли сначала говорить криадшва, а потом в молитве или наоборот, это, на самом деле, не спор о криадшва или молитве, а это спор о соотношении, да, о ременном континууме. Это, на самом деле, сейчас вектор углобалилов... Вы думали, с какого конца яйцо разбивать? Опять эти споры, да? Нет. А с другой стороны, откуда мы вообще знаем про этот спор об этом вот ременном континууме? Да, мы про него знаем благодаря тому, что есть вот эта вот локальная стратегия. И мы можем связать это локальное стратегия с другими локальными стратегиями, и из них мы извлекаем... То есть я сейчас формулирую, собственно, этот суть этого абстрактного спора, да, проникает ли оканчивающая временную цепочку события во всем предшествующим фрагментам этого события, или же этот оканчивающий временную цепочку фрагментов совершенно отдельно. Да, оказывается, что, на самом деле, их противостояние это частного конфликта, но, другой стороны, сам этот конфликт, он формулируется только благодаря тому, что есть это противостояние. Да, и Толмут в качестве одной из опций того, в какой войне, собственно, участвует Рады Фривошилденде и Рады Йоханнам, предлагает вот эту вот опцию различных вариантов соотношения временных точек. Да, есть вторая опция, потому что они вообще участвуют совсем в другой войне. И эта война связана с толкованием стиха из писания. Да, эта война связана с предпочтением одного из двух принципов в этом толковании. Либо, да, эти принципы идентичны. Понятно, что в этом самом толковании стиха из писания и улажается вставание. Главным вопросом, понятно, что стих указывает на некоторых параллель. Да, есть параллель между влажаться и параллель между вставать. И вопрос заключается в том, в чем, собственно, это идентичность, в чем эта параллельность. Да, может быть, это параллельность следования различных фрагментов картину одного из другого. Да, это такая абстракт, верно так, сначала одно, потом другое. И тут сначала одно, потом другое. Сначала в молитву, потом в писачок и ошмак, а потом молитву. А может быть, это другая. Может быть, это идентичность, которая связана с тем, что и там, и там. На самом деле, в том случае, это тоже, скорее, да, там тоже два фрагмента следуют друг за другом. Скорее вопрос в этом конфликте, он о том, какое следование фрагментов должно повторяться. Да, там фрагмент повторятся следования друг за другом в… нет, нажали… Нет, там… …приближенность, да. То, что повторяется в втором варианте, это сближенность засыпания… Да, кровати и грядь шва. А то, что повторяется в первом варианте, это следование, это порядок, да, порядок. И тогда выясняется, что, собственно, конфликт между Раби Ашовенделе и Раби Ахананом – это конфликт между принципом порядка и принципом сближенности, например, да. Между снегдохой и метоними, возможно, да, потому что одно за другим, и тут одно включается по другу, да, примыкает. Да, это я просто сейчас как-то пытаюсь импровизировать, да, но в том-то и дело, что, когда я пытаюсь определить суть конфликта, я не могу этого сделать подозначить термин. Да, само это мое колебание, оно как раз и указывает на то, каким образом появляется сверхнодисименный конфликт. Он всегда появляется… Да, то есть, собственно, я понимаю, что здесь есть нечто, в чем они расходятся. С другой стороны, это нечто, если его можно было сформулировать заранее, его не нужно было бы сформулировать таким образом. В том-то дело, что я вынужден его все время нащупить. И, на самом деле, подавляющее большинство комментариев к Талмуду и Шунин, Ахунин, они занимаются, на самом деле, тем, чем сейчас пытаюсь заниматься я. Они пытаются, да, задаются вопросом, а почему, собственно, Раби Йоханн так конкутируют этот стих, а Раби Йошо бен бен де бен... Ну, ни в чем спор между ними. Ну да, в чем спор между ними, да. Концептация именно, а на какой принцип это указано? Ну да, там вот здесь говорить, что это потому, что они... А почему? Потому что это вот, да, порядок или потому, что это, например. Да, это порядок, что все это достаточно сейчас, может быть, не четко сформулировано, тем не менее, это то направление, в котором движется интерпретация тому. То есть, опять же, обратите внимание на различия. То есть, как бы, по сути дела, различия оптики, которую мы привираем, по сути дела, то, что Юрий Горейдер точно так же мог бы сейчас синтровизировать относительно того, что значит этот спор и так далее. Но различие оптики состоит вот в чем. То есть, можно видеть это следующим образом. На самом деле, эти ребята... То есть, есть некий концепт, который как бы витает над этим. Концепт, который, вообще так говоря, определяет этот спор где-то, но он определяет неконцептуально. Этот концепт возник каким образом? Он возник как раз из обилия всех этих самых практик, которые существуют. И эти практики, они как бы его взбивают. Он где-то висит, как облако. Но ты его не можешь схватить. Потому что, если ты его мог схватить, если ты был христианин умел говорить, ты просто сказал бы, ребята, вы что? Вот, куда? Да. Все. Тогда не надо спорить ни ради шоу, ни ради этого. Просто представить два принципа. Эти два принципа, тогда решить покойность. Назвать. Назвать. Именно. Назвать. И Юля это видит таким образом, что они просто не могут назвать. ни в каком смысле с закрытыми глазами. Вот эти взбитые облака, они как-то повисают над ними, как концепты. И на них, ну вот таким вот, не очень ясным образом указывают. Я говорю по-другому. Я говорю, что на самом деле, концепт есть. Почему они не говорят концепт и почему они не произносят? Почему не определяют? Потому что они говорят за пятым ртом. Потому что, на самом деле, для них определение этого самого концепта –atory. Профанация этого концепта. На самом деле, это антипрофанирующая техника. такая, да, когда я об этом прямо ни в коем случае говорить не буду. Я, наоборот, я расставлю очень много разных ловушек. Кто-то подумает, что избавление это на самом деле часть молитвы, а я на самом деле, может быть, имею в виду избавление. В широком смысле тогда получится, что тот, кто не сополагает избавление или тот, кто сополагает избавление с молитвой, он и переходит к избавлению лучшему. Да, следующему избавлению. Это было избавление из Египта, а это соположение избавления с молитвой. Дальше я, если я таким образом смотрю, дальше я наблюдаю за их вот этими самыми знаками, которые они мне расставили, как бы зная то, о чем они говорят. И рискну прямо сейчас, как я можем было бы это сделать после того, как мы зачитали, сказать, что вот это близко к кровати, которая звучит самухлими пато, слово кровать и слово смерть, они аммонимы, да, то есть они звучат одинаково. Там разные буквочки, но на самом деле это можно понять, как и близко к смерти. И тогда на самом деле нам рисуется такая картинка. Вот у меня как бы день, а это у меня ночная ночь, да, и вот я здесь вставая что-то должен сделать, а здесь я должен делать что-то лажать. Здесь у меня как раз ночное время. И вот это ночное время, оно на самом деле маркируется, как смерть. И на самом деле я укладываюсь, вообще-то говоря, ну, не только в кровать. И тогда, по сути дела, вот этот весь круг, да, он оказывается кругом более широким. Теперь у меня ритуал, он является чем? Ритуал является отражением, на самом деле, отражением у некого глобального процесса, который я вижу, да. Вообще-то говоря, мы находимся в каком-то смысле в режиме вот этой самой смерти и вставания. Мы, собственно говоря, ложась спать и пробуждаясь утром, мы отражаем некий глобальный процесс погружения в царство мертвых и воскрешения из мертвых. Потому что будущее мира и будущее избавления это и есть, собственно говоря, воскрешение из этой истории. И продолжение этого фрагмента, оно как бы убеждает меня в том, что я сейчас как бы форсировано это сказал, можно подумать, что я сочинил и так далее, но если прочитать весь фрагмент, то мы увидим, что на самом деле в общем очень много знаков, которые, по сути дела, говорят, указывают именно на это. Например, вот это слово «ли смог» оно оказывается ключевым в этом самом фрагментике. Кто-то, значит, приближает или сополагает избавление с молитвой, кто-то, значит, делает это близко к кровати, читает молитву, а, например, заканчивается фрагмент тем, что Господь поддерживает тем же самым словом «сомэ». поддерживает падающих. А до этого падающие у нас это падающая девушка, да, это, собственно говоря, дочь Израиля оказывается падающей. Вот эта падающая, она оказывается тем, что можно осмыслить как некое падение, опять же, если грубо, в царство Нюрток и воскрешение. Ну, я сейчас, мы и Мас, просто, наверное, нет времени подробно пройтись и проанализировать этот фрагментик. Я сейчас указываю просто на тот тип прочтения, который... Ну да, вы сам говорили, что мы тут особенно расходимся. Нет, я говорю, что мы совершенно не расходимся, но мы на то же самое. И это, конечно, в итоге. Оказывается именно вот это вот действие, которое, да, собственно, как следует поддерживать, или как следует, да, то есть вообще, да, это фрагментское слово «сонар» или «смог», оно позволяет вообще увидеть, собственно, с другой жест, поддержки с одной стороны и привыкание с другой. Только поддерживать, да, поддержать что-то можно только путем того, что я хочу, каким-то образом совершаю вот это вот примыкание. Да, и на самом деле конфликт между Радио Шовеннер и Радио Крадом оказывается конфликтом между двумя разными типами примыкания, между двумя разными типами поддерживания. А само действие поддерживания является тем камнем, представительом, явно-раздором, вокруг которого это поведется. Но мне тут важный принципиальный момент, что это, яблокораздор, это не концепт, мне понять. Это именно вот это вот действие, да, как примыкать. Это как, который не может быть, да, это вот пластическое динамическое, тут я могу показать, я не могу его перевести в какие-то, какие-то понятильные концептуальные ну а в моих терминах, то есть ритуал, он должен, по сути дела, это концептуальное отразить. Я не могу говорить про это концептуально, потому что если я начну про него говорить, я его профанирую, я его дисконфидирую. И это как раз это на самом деле еще центральный момент, потому что когда я говорю про неспособность говорить, я не просто неспособность сказать, сказать-то можно что угодно, неспособность сказать таким образом, чтобы абсолютно, чтобы не профанировать. но я не могу этого делать. Она ведь абсолютно немыслима в кустах энергетического действия, ну пусть ты не знаешь эти дела. Встал там, выжать такие благословения, потом накладываешь филин, талит, шмак, и в христианско-эропейске мы должны быть способными такой рекламентацией. Есть куча разных регламентаций. Но проблема в том, что такого рода регламентация действия сразу начинает заниматься, даже не то, что такое, это профанирование, да, это регламентивное действие утрачивает свою силу. Оно становится рефоризированным, оно становится утрачивающим свой сил. Это и есть, профанация для дискредитов. Да, профанация, да. Когда я говорю про неспособность к абсолютному оккурсу, я имею в виду Bevin налью способность сказать определенно, но при этом так, чтобы это определенность не конфонировала, а чтобы это определенность наносила ущерба при смысле. И соответственно про действия. Да, это определенное действие, но при этом в определенной ущерба инфέксивности той реальности, которая в нем. Еще немного мы со всем согласимся, потому что когда я говорю о концепте, который в итоге оказывается в ритуале, я не говорю о а в том, что этот концепт до конца прояснён. Он не является до конца прояснённым. Собственно, действие или развитие, развертывание действия является в каком-то смысле продолжением прояснения этого концепта. То есть он действительно висит как область. Он есть, он обеспечивает мнению, например, развертывание вот этого текста, собранного очень сложного и так далее, указывающего на вот этот самый опыт. Но дальнейшее моё функционирование в рамках ритуала и есть то, что должно прояснить в конце концов этот самый, ну, по своей интенции этот самый концепт. Поэтому вы видите, что мы сейчас начали с совершенно разных позиций, постепенно они как бы сближаются. Но для нашего разговора здесь нужно понять, о чём мы хотим говорить. Потому что мы пока что говорим об иудаизме, как он существует, а мы, ибо, 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 ибо. А с другой стороны, мы им артихакт уже вроде не говорим вообще ничего про иудаизм, мы просто занимаемся определённой ладопрактикой, можно как бы практикой или наоборот логосом, непонятно, чем мы занимаемся, мы много уже говорили и читаем, да? Что это, собственно говоря, что это означает здесь сейчас, да? То есть оставим, я же не настаиваю, что мы сейчас занимаемся типа иудаизм и так далее. Берём просто определённый тип смыслостроения. То, что мы здесь видим, даже в этом маленьком кусочке, что характерно, да? То есть есть некий спор, но с точки зрения композиции фрагмента важен не спор. В этом смысле, опять же, мы, получается, согласны. Важен как бы не спор, а важно то, каким образом выявляется в этом споре некая концептуализация. Она выявляется за счёт аккуратного внедрения в этот спор каких-то цитат, каких-то названий, где название может функционировать как в буквальном смысле, так и в метафорическом смысле, да? То есть любое буквальное, например, у меня есть буквальное... Что такое избавление? Буквальное избавление — это избавление, это конечное избавление. А вообще, говоря, так называется просто фрагмент молитвы. О чём я говорю? Я говорю о фрагменте молитвы или я говорю о избавлении? Я специально строю свою речь таким образом, чтобы её можно понять и так, и так. То есть она ориентирована, с одной стороны, на ритуал, как бы, наверное, на технику, а с другой стороны, она всё время возносится к вот этому самому концепту за счёт как раз такой техники, техники буквализации. То есть я говорю, подними глаза, ну, я имею в виду, на самом деле, буквально. По своему миру так как они... То есть эта буквализация, она как бы намеренная буквализация, которая является одной из техник Таумуда. И тогда получается, что, по сути дела, например, да, здесь я не уверен, что этот фрагмент является законченной композицией, она может быть больше, но вот такого рода говорения, закрытыми глазами или закрытым рутом, оно представляется мне очень интересным с точки зрения смыслостроения. И вот на этом нашем семинаре я предлагаю его изучить и попробовать таким же образом или подобным образом строить тексты или... Ну, тексты в самом широком смысле, да? Можно порассуждать относительно того, насколько вообще эта затея... Я, честно говоря, сомневаюсь в её важности, в последнее... И нужность, да? Насколько она является, как бы, актуальной. Ну, например, с точки зрения... С точки зрения Четвёртого Завета или чего-то подобного. То есть изначально мне казалось, что вот этот способ... Способ говорения вот таким образом, да? То есть, по сути дела, построение смысла таким образом, который приближается, по сути, ну, в общем, к поэтическому дискурсу, только поэсис оказывается немножко иным и выходит, как бы, на масштаб коллективный. То есть, по сути дела, такого рода штуку невозможно как придумать самому. Тебе нужно правила вывода согласовать с друзьями, чтобы это была, как бы, внятная история, а не просто набор каких-то кубиков, да? То есть, потому что любая комбинация, она оказывается ничем для тех, кто... Поэтому Талмуд же, как бы, закрытая книга для тех, кто извне начинает ее читать, она совершенно закрыта, потому что вообще непонятно, что. Написано на другом языке. Дело не в том, что это арамейский или иврит, просто на другом языке. Не понятно, что такое, что происходит. Ну и вот эта игра, Техард, она тоже, вообще-то говоря, она ведет в такой своеобразный тупик, да? То есть, получается, что вот у меня будет команда ребят, да? 12 человек примерно. Мы, значит, создадим такого рода игру, наработаем композиции, создадим прекрасные, замечательные цветы. Все, цветы зла. Ну, может быть, не зла, но... Чего-то такого, да? Смыслов, да. Смысловые такие цветы, прекрасные. Но, честно говоря, как бы, а что, никому подарим? Ну и не надо нам никому дарить, говорил я, по-началу все время. Мы сами будем просто наслаждаться вот этими выросшими цветами, которые мы взрастим. Как бы ты откликнулся на эту затею, в принципе? Ну, это, конечно, сложный вопрос. Мне кажется, что саму себе попытка распространения принципа эстетического за пределы области эстетики, она, условно, верная. Но только мне кажется, что это распространение, оно как раз и предполагает, в конечном итоге, вообще преодоление собственно эстетического и даже собственно словесного и речевого. То есть, мне кажется, важным этот момент того, что да, может быть существенный, может иметь некоторую ценность, просто то, что я делал. Да, просто то, что я пытаюсь перескнуть какие-то вещи, с которыми я сталкиваюсь. Я могу их прочитать в том числе с помощью каких-то там текстовых механизмов. Да, могу их прояснять в общем, какие-то текстовые или нету текстовых каких-то там комбинаций. Но мне кажется, что в нынешней ситуации, в нынешних условиях подобного рода деятельность всегда обречена на то, чтобы оставаться бессильно, ответить на вопрос а собственно зачем это? А собственно что тут делается? Ну хорошо, да, ну вот думали-то, а зачем? Ты что-то там такое прояснил, а к чему это что это создаёт? И мне кажется, что в конечном итоге оправдание подобного практики возможно только при условии выхода за пределы той логики монетного невозможного, которая как раз и конституируется одной стороны в христианстве. Это не только на внешнюю ситуацию, потому что именно логика монетного невозможного заставляет нас всегда задавать этим вопросом. А что новое это создаёт? Потому что новое это как раз такая форма, в которой монета невозможна господит в настоящий момент. Новое это то, чего до сих пор не было и вот сейчас оно появилось. Особенно такое нечто, что не было дано, а сейчас оно дали, но невозможное, которое вот сейчас в этот конкретный момент становится возможным. А то есть постоянно те будут создавать новое, на которое он понимал, тихар, не то, что он может ответить, потому что наоборот, наоборот, конечно. Ну да. Ответ на неактуализацию, такую, радикальную неактуализацию. ну да, но мне кажется, что для того, чтобы быть способным ответить на этот вопрос, который он может быть вешен, может быть внутренний, потому что у нас самих установлен инстанция, которая наставляет, когда они спрашивают, ну а что это, собственно, какого создав, что там, зачем, это уже в общем-то пустое, это отоверение. До этого необходимо преодоление вот этой вот экономики данного и неданного невозможно, а преодоление, как мне кажется, возможно именно изнутри вот этого теологического пользования, прежде всего, понимание того, как это работает и благодаря этому пониманию нахождение некоторых способов вскрытия его и выхода за предел. То есть мне кажется, что в качестве, иными словами, в качестве реактора стратегии сопротивления или стратегии выхода за пределы существующего, существующего илтаизма, существующей реакциологии, сам по себе практикат все-таки недостаточно. Он может быть таким партизанским отрядом, но как и всякий партизанский отряд для того, чтобы не быть полностью деликатизированным и сказывающимся в такую простую уголовщину, для того, что всегда же те против кого воевают партизаны, они говорят, партизаны просто уголовные, бандиты какие-то. А что нужно, потому что партизаны не становились... Террористы. Да, террористы, да. Что нужно для того, чтобы они не становились бандитами, но чтобы у них была поддержка какой-то... Да, чтобы был дальше политик, да. Например, поддерживает какая-нибудь третья страна, и тогда понятно, что это все-таки, как бы ни старались обнуждать противоположные те, кто против кого они воевают, это все-таки необычные бандиты, да, потому что вот, да, есть какая-то политическая поверность и да, и мне кажется, что пти-карта такой вот партизанский отряд, который нуждается в поддержке третьей страны, и мне кажется, что главный вопрос, возможно, в пти-карте как раз заключается в том, что это за третья страна, потому что в Африке сейчас обычная ситуация, когда все стороны заранее существуют, и нужно только найти, кто тебя готов поддержать. Тут, возможно, есть все о том, чтобы эту сторону создать. У меня про четвертый завет, поэтому мы говорим. Наши союзники могли бы быть представители четвертого завета, потому что терроризм здесь в сущности, особенно с точки зрения того, что говорил Юлик, он сказывается очень сильно, потому что вообще ничего не делает, только говорит. Чистый логос внутри удеистой корзины. Люди стараются накручивать пелин, а мы ничего не делаем вообще, а только как базарик. То есть используем такое как бы крестьянское продвижение на удеистой территории и на иудейских текстах. Ну, в каком смысле партизанский старается, естественно, решить ту самую задачу. вопрос, что написано на знамена. Что, что? Вопрос, что написано на знамена под цель. Ну, конечно, это вопрос. Тут важно еще, да, написано. И монетное, невозможное написано, это точно. Оно написано на знамена, но с другой стороны и только, да, то есть написано только на знамена. Поэтому как бы здесь нам совершенно понятно, что написано на знаменах, но далеко ли можно уйти с этими знаменами? Я, по-настоящему, может быть, еще сказал, что тут, да, есть одно из-за фигуры партизанов, а другой из-за фигуры дезертир. И, да, в Китае, эту деятельность, которую ты описал, можно воспринимать, на самом деле, как некоторую форму дезертирства. Ну, естественно, да. Мне кажется, есть вот эти вот две страны. Мне, конечно, ближе страна партизана и страна дезертир. Потому что дезертир, это, да, страна дезертирства, это, типа, настоятельно упокоиться в вашем доме бесконечными войнами, вы там что-то себе придумали, у вас как-то... Я не хочу этим заниматься, да, я хочу вот выращивать свой сад, я хочу в какие-то тут вот мне, да, персональные... Я ухожу с этих позиций, которые вы меня обретили, но мне кажется, профматичность такой позиции заключается в том, что, как повется в прессе группа Аркадий Гоц, если ты не занимаешься войной, война занимается тобой. Да, то есть дезертирская позиция, в конечном итоге, можно там обсуждать, хороша она или плоха. Я думаю, что на самом деле смысл одержать там, что она невозможна. Прежде всего, нужно обсуждать, по крайней мере, возможно или невозможно. Мне кажется, что она невозможна, потому что дезертир в любом случае оказывается настигнут войну. Но мне кажется, что в Птихарце, помимо вот этой вот дезертирской позиции, есть также позиция партизанской. Но для того, чтобы эта позиция партизанская реализовалась, пересиливает дезертирскую, она нуждается в этом, да, поддержке третьей стороны. Правда, субъективная помощь. Ну, хорошо. Да, я думаю, что мы поняли задачу. Птихарцевцы, поиск третьей стороны и так далее. Я думаю, что то, что касается взгляда, мне кажется, очень полезно. Было то, что нам рассказал Юник, и как бы как некий определенный взгляд. Мы, собственно говоря, в дальнейшем будем его иметь в виду и возвращаться к этому и, возможно, проясним на следующих наших этих там, может быть, получше. В чем? В чем? Правда, субъективная. Мне казалось, что это самое понятное. Ну, поэтому, поэтому, как бы, ну, а со временем, если стихарк не умрет и будет продолжаться, то, может быть, мы еще раз позовем юрику уже на, может быть, более какие-то, 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 фрагменты нашей работы, где мы будем читать не по-мудические тексты, а уже, собственно, наши композиции, это и есть статус, ну, да, вот здесь, как бы, есть определенное по-моему, на количество, ну, да, можно играть, как минимум, не играть. Да, вот когда перейдет к качеству, может, я скажу, третья-четвертая сторона, тут мы раз, тут оказывается, не просто так время тратили, а вот оно. Я думаю, что мы работаем поздно, переделывая тела. Театр? Почему? Вот в Световке, но перешла уже. Ну да, сетры, но одно, а то рядом с другим, то есть, там, 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 и идет, потому что так только мы переходим на телепатуры, и с этими будет, мы вставки на все, как-то теперь поделать. Ну, да, все так. Все, прошу, спасибо. 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 Продолжение следует...